Уважаемые товарищи, начинаем работу встречания рабочих-корреспондентов Российской общественно-политической газеты «Народная правда». Газета наша была учреждена в 1991 году и через некоторое время стала газетой трудового коллектива и до всех в настоящее время является газетой трудового коллектива. Эта газета, можно сказать, является той газетой, которая содействовала, помогала становлению рабочих-корреспондентов, и она постоянно печатала а. статьи товарищей рабочих, и б. заметки товарищей интеллигентов, которые стоят на позициях рабочего класса. И будет этим заниматься и впредь. Значит, наша газета отпраздновала уже много лет. Сколько она? В 1991 году, считайте, 9 лет того века, еще плюс 17, 26 лет уже газете «Народная правда». И за это время у нас накоплен очень большой актив людей, которые так или иначе связаны с газетой. И не только накоплен актив, но и сами рабочие корреспонденты сорганизовались и образовали общественное объединение под названием Рабочая партия России. Поэтому, поскольку наши общественные корреспонденты работают на началах самоуправления, я как главный редактор передаю, так сказать, базы правления, собственно, общественному объединению. Товарищ Золотов, у вас есть, так сказать, что сказать, как организовать? А я, так сказать... Мы должны провести работу организованно для поведения нашей работы. Необходимо избрать президиум. И вот есть предложение к президиуму избрать товарища Татьяна Владимировна Станеглаз и Константину Александровича Стенкова. Это точно рабочие и точно корреспонденты. Пожалуйста, займите свои места и на начало их самоуправления, пожалуйста, проводите наше собрание. Первый вопрос у нас – это отчет ЦК и задачи партии. Докладчик Кальвик Валентин Владимирович от Рабочей комиссии. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Для тех, кому еще неизвестен, представляюсь Кальвик Валентин Владимирович, сопредседатель Российского комитета рабочих, председатель первичной профсоюзной организации в Саровской генерирующей компании «Защита». Как было поручено мне доложить о ходе работе Рабочей комиссии, значит, нашего общественного объединения, за отчетный период мы организовали два российских комитета рабочих, которые, значит, как правило, два раза в год осенью и весной проходят. Это состоялся 15-16 октября в Нижнем Новгороде. И следующий был вот в нынешнем марте, 18-19 марта. Значит, какие вопросы рассматривались на, остановлюсь подробно на последнем Российском комитете рабочих. Почему? Потому что те вопросы, которые мы стараемся затрагивать и обсуждать, и по которым, значит, пишем постановление и принимаем, они из года в год повторяются, так как являются по решению, опять же, комитета, являются насущными вопросами, да, коренными вопросами рабочего класса и в их решении, в их обсуждении и в их реализации этих вопросов, да, и реализации этих задач нужно заниматься непосредственно на местах, нужно доводить, значит, до рабочих на местах, на профсоюзных собраниях и ввести другого рода, ну, как бы, призывы и организацию рабочего класса, да. Вот именно Российский комитет рабочим и занимается организацией рабочего класса при содействии фонда рабочей академии, при помощи наших уважаемых консультантов, которые помогают выработать лаконичные постановления по тем или иным вопросам, и уже после того, значит, разъезжаются делегированные, значит, работники в свои трудовые коллективы, где и знакомят, как бы, свои трудовые коллективы с теми вопросами, которые обсуждались на Российском комитете рабочих. Вот, значит, последний комитет озвучивал три вопроса. Первый – это о борьбе за шестичасовой рабочий день, второй – организации рабочих профсоюзов и третий – организации солидарных действий профсоюзов. Вот, как бы, первый вопрос, он не просто так звучит о шестичасовом рабочем дне. Если немножко откатиться назад, то в октябрьском семинаре, этот вопрос звучал чуть-чуть иначе, как бы, влияние продолжительности рабочего дня на здоровье человека, да, и доклад товарища Дегтярева очень был, как бы, поддержан всей массой, которая была, которая присутствовала на комитете, да, и, значит, поняли, что этот вопрос действительно один из самых важных, этот вопрос не уходит, а идет в связи вместе с вопросом о доведении заработной платы до стоимости рабочей силы, и что помогает нам, значит, эти два коренных вопроса, и они прописаны у нас в программе «Задачи коллективных действий», да, которые мы следуем и должны выполнять, и должны нести, значит, эту программу в свои трудовые коллективы и искать сочувствующих и тех людей, кто будет готов эту программу выполнять и поддерживать. Вот, значит, вопрос о шестичасовом рабочем дне, да, много, значит, расскажу, значит, что произошло у меня конкретно на предприятии, значит, после проведения Российского комитета рабочих я приехал на предприятие, собрал собрание в котельном цехе, так как он является одним из самых основных цехов, и доложу, что, ребята, вот прошло сто лет, и в этом году мы празднуем не только сто лет Великой Октябрьской социалистической революции, но и сто лет восьмичасовому рабочему дню, который был принят у нас на территории тогда еще СССР, да, и, как бы, были тоже сделаны доклады, проанализировали, и что действительно это требование является передовым, то, что позволит нам, как гражданам и патриотам своей страны, действительно свободно развиваться, для этого действительно есть время, и наши, значит, научные работы наших старших товарищей это обосновывают, на них можно ссылаться, что действительно за сто лет даже кто-то бы, может, бы и сказал, что не шестичасовой должен быть рабочий день, а гораздо и меньше, то, что производительность труда выросла в пятьдесят с лишним раз, ну, действительно это так, и почему-то лукаво смотрят на нас руководители, которые говорят, ну, ребят, вы с восьми-то до пяти, или там, допустим, с восьми до девяти, или с десяти, вы же не полностью загружены своей работой, то есть нас видят, как ты в восемь пришел, взял лопату и положил ее только в семнадцать часов на место, да, то есть работодатель видит эту работу, чтобы ты был как волк, то есть не поднимая головы, должен пахать, ну, мы, рабочие, тоже не хотим быть неграмотными, хотим быть образованными, и для этого нужно время, да, и вот именно в этом мы видим высвобождение для своего образования, для своей организации, чтобы рабочий класс был сплочен, так как мы видим на сегодняшний день, что разобщен рабочий класс, и это из-за того, что флагманы российской промышленности как бы раздроблены на мелкие предприятия, и на мелком предприятии, как мы все знаем, создать, ну, серьезную, исплоченную организацию гораздо тяжелее, чем на крупном предприятии, ну, и как показывает практика, даже те крупные предприятия, которые достигались, в которых достигался какой-нибудь, какая-нибудь положительная динамика, да, то есть увеличение заработной платы, снижение, опять же, может, где-то в каких-то местах рабочего дня, ну, если эта работа затихает, и как бы застаивается, то все эти победы, как мы видим, они, работа организации тормозят, а в некоторых случаях, как показывает практика, организация может распасться и пропасть. Вот, чтобы, значит, этого не было, для этого и создан этот семинар, на который постоянно оргкомитетом приглашаются люди, то есть идет рассылка и в нашей печати, в Народной правде, и по всем интернет-ресурсам, идет рассылка с приглашением, то, что товарищи рабочие, будьте добры, приезжайте, делитесь своим опытом, значит, получайте тот опыт от товарищей, которые туда привозят, ну, и теоретические знания марксизма-ленинизма, которые, значит, наши уважаемые старшие товарищи передают молодому поколению. По себе, как бы, могу сказать, что сейчас такая практика и навязывание, значит, нашим правительствам идет такое, что вот давайте мы рассмотрим, что было 500 лет, 1000 лет назад, а что было совсем недавно, и как это было сложно, и с каким трудом это все добивалось, как бы, не хотят об этом говорить, и не хотят, наверное, чтобы об этом люди широко знали, но вот даже сегодня, я имею в виду, в сегодняшние дни на первом канале, значит, все равно эти передачи о столетней истории показывают, что это действительно была борьба за улучшение жизни не только рабочего класса, но и всего прогрессивного человечества. Вот, так что этот вопрос о шестичасовом рабочем дне оргкомитетом сниматься не будет, постоянно будет проговариваться, просто, постоянно будут, значит, какие-то реакции на него, то ли со стороны работников, то ли со стороны руководителей, если это будет обсуждаться в коллективах, соответственно, надо ставить этой задачи, чтобы к этому прийти, ну, и не так, это, конечно, как я сам вижу, этого достичь будет не вот, мы взяли там, из понедельника все перешли на шестичасовой рабочий день. Борьба будет сложной, не всегда работодатель, как бы, готов к этому, но нам надо пока в своих умах и в умах своих товарищей понимать, что это именно та цель, которая, вот, еще раз повторюсь, к которой надо идти, и она идет вот именно с тем вопросом о заработной плате, да, потому что вот два таких основных идут в параллель вопроса о содержании заработной платы. Значит, организация рабочих профсоюзов. Организация рабочих профсоюзов возникает тоже вопрос, что такое рабочие профсоюзы, да? Рабочий профсоюз – это организация, которая работает, это раз. Рабочий профсоюз – это организация, в которую входят именно рабочие и которые ведут эту работу именно рабочие, да? Ну, почему так? Потому что какими бы знаниями бы не обладали наши уважаемые товарищи интеллигенты, но и как бы они бы нам бы их не передавали, нести вот этот груз и работать с коллективом, ну, именно рабочим приходится. И поэтому надо на этом, значит, более остро остановиться, что ли. Почему? Вот мы разбирали, значит, статистику членства нашей партии, нашего объединения. Вот если взять 2016 год, я не буду брать, значит, 2017 год, потому что за 2017 год многое что изменилось, я об этом потом скажу. Но по итогам 2016 года, значит, партия, состав партии 64 человека, из них всего рабочих 8. Ну, все прекрасно понимают, какая это концентрация, и к чему это может привести, что на словах-то мы будем выглядеть рабочей партией, а на деле-то рабочих-то всего-то ничего. Вот это груз, значит, такой работы ложится вот именно на этих, ну, как по итогам 2016 года, на этих 8 человек, и я призываю, как бы, их, да, работать, и работать не в одиночку, а работать сообща. То есть, у нас получается, мы от съезда к съезду, от РКР к РКР, многие даже, ну, встречаемся только на этих мероприятиях, да, а работа должна проводиться, как бы, постоянно, независимо, будет ли съезд, будет ли собран Российский комитет рабочих или нет. То есть, работа должна вестись в любом случае. Это, что касается организации рабочих профсоюзов, да. Потом, значит, третий вопрос, организации солидарных действий профсоюзов. Ну, здесь, соответственно, вот о чем я уже выше сказал, если где-то в какой-то организации что-то произошло, то ли положительный был результат, то ли не совсем. Этим, опять же, надо делиться, надо теснее работать друг с другом, ну, объединяться, потому что мы хоть и собираем, как бы, представители многих городов собираются и на РКР, и у нас в партии присутствуют представители многих городов, но недостаточно на сегодняшний день для такой плодотворной работы, потому что, ну, кто-то просто оторван от больших коллективов, и видно, допустим, как другие организации тоже пытаются провести эту работу, но скажу про свое предприятие, то, что, ну, ФНПР, ну, называется громко, но по большому счету ничего он тоже не делает, ну, сдерживает пыл, может, в какой-то степени, но мы свой огонек, я считаю, должны, как бы, хранить, не дай Бог, чтобы он потух, ну, если есть какие-то вопросы, прошу задавать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какие будут вопросы к докладчику? Павел? АПЛОДИСМЕНТЫ Павелинтин, скажите, пожалуйста, в рамках продвижения идеи о снижении и о сокращении рабочего дня, есть ли у вас информация о каких-то прецедентах, о том, что какими-то коллективными договорами и каких-то предприятий сокращена, снижена продолжительность рабочего дня или рабочего дня? Нет, на сегодня такой тенденции мы не наблюдаем в коллективные договора, и эта норма, ну, как я знаю, не прописана, но у нас, значит, на предприятии было собрание и есть решение, что в период будущей колодоговорной кампании эта норма будет звучать, и мы будем бороться за то, чтобы эта формулировка вошла в коллективный договор. Значит, городской комитет профсоюза защиты тоже, как бы, не остался равнодушным к этой проблеме, хотя там, значит, руководство оно связано с РКРП, хотя, когда этот вопрос озвучили у РКРП, мы особой поддержки с той стороны не видели, и поэтому, не надеясь ни на кого, если мы этот лозунг ставим для себя, соответственно, нам с ним идти и решать эти вопросы уже сами, как бы, ну, от кого ждать еще нам помощи? Еще вопрос. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот, мы эту меру взяли по 6-часовому рабочего дня, есть ли у вас ощущение, что это, за этой мерой пойдут рабочие, и это крупномасштабное будет движение рабочих, добиваясь, чтобы эта мера была использована на предприятии? Вот как раз я и думаю, что это крупные меры, потому что это может, как бы, волнообразно прийти, да, то, что не на каком-то предприятии отдельно, и потом появятся другие предприятия, когда действительно в умах рабочих созреет, то, что мы дошли до того, что уже можем установить 6-часовую, пусть даже это будет не сразу, пусть кто-то даже пропишет на час, там, 7-часовой рабочий день, да, потом другие пропишут, то есть, это будет проходить поэтапно, но если это будет, это, как бы, понесется уже с новой силой, ну, а тем более, когда министры, да, говорят о том, что это нужно делать, причем министры нашего буржуазного государства, ну, и они, значит, это понимают, и, значит, мы действительно идем правильным путем, и это подтверждается, я считаю, наше дело право. Еще вопрос. Может быть, действительно, министры о чем-то догадываются, а, например, есть предприятия, где не то, что 6-часовый рабочий день, а наоборот, вводят 10-часовый рабочий день. Сейчас такая история происходит в Калуге, на автомобильном предприятии. Обосновывается это тем, что, хотя мы не обязаны работать больше 40 часов в неделю, но в расчете на год получится так, что сейчас поработаем 10 часов, а потом, может быть, поменьше. в связи с тем, что сейчас высокие спросы, нужно производить продукцию. Так вот, я хотел спросить, вы в профсоюзе защита публикуете какие-то материалы о том, что задача введения 6-часового дня ставится в колл-договор, и какие есть результаты в этом направлении, так, чтобы это можно было товарищам на других предприятиях и профсоюзах показать, что не только партийные организации, но и профсоюзные организации является. Я понял, но я, как уже выше говорил, что мы только собираемся, значит, на колл-договорной работе заниматься этим вопросом, то, что мы этот вопрос еще не вносили, но на отчетной конференции я, как бы, во всеочию генеральному директору, значит, предложил, говорю, вот, уже многие годы вы говорите о том, что мы заложники ситуации, ну, финансовые, да, потому что предприятие на самообеспечении, то есть, у нас нет ни федеральных, никаких дотаций, то, что заработали, то, значит, и поделили. Вот, я говорю, так, нет реальных средств, чтобы увеличить реально содержание заработной платы, вот, чем не выход, сохраняйте заработную плату на том этапе, в котором она сегодня есть, сокращайте рабочие часы. Ну, это все, как бы, пока на словах, почему? Потому что, я не говорю про руководителей, говорю конкретно про работников, не у каждого еще это сознание есть, что это действительно, за это нужно бороться. Когда люди это начнут понимать и осознавать, что действительно это требование передовое, что за него действительно нужно бороться, и что оно влечет за собой, вот, ну, как бы, ты будешь и здоровей, и развитей, и, ну, что еще тебе нужно, да? А когда, извините меня, часовой рабочий день, ну, 10 часов, 12, а если там люди работают на двух-трех работах, ну, это когда у тебя есть здоровье, а в любой момент здоровье может тебя подвести, и ты уже будешь ни работодателю не нужен, ну, никому. И здесь, конечно, вот этот самый большой, наверное, аспект, то, что, извините, работодатель о нашем здоровье, думать не будет это точно, а сохранить трудовую силу в первую очередь нужно нам самим, чтобы жить как к классу, да, а уже как будет предприятие за счет нас, ну, будут рабочие, будет и прибыль предприятия, соответственно, здесь все это взаимосвязано, если руководитель предприятия достаточно грамотный, он будет, ну, не знаю, как будет, по крайней мере, хоть что-то должен сделать для того, чтобы его рабочий процветал, да, много примеров, допустим, как Форд работал, но почему-то современные руководители, они назад как-то оглядываются вот именно на то время, которое сто лет назад было, с какой-то опаской, ну, тому ряд причин есть, как бы, вот я еще раз повторю, что это действительно лозунг наш, и нам идти за этим лозунгом, и будем делать все, чтобы, значит, это требование появлялось в коллективных договорах, но уже каким моментом это будет проходить, мы будем освещать, конечно, в Российском комитете рабочих, ну, и по переписке с сочувствующими нам гражданами. Пожалуйста, есть еще вопрос, да? Да, есть. Да. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на такую проблему? Вот мы говорим о том, что мы должны сокращать рабочие деньги, но параллельно с другой стороны выдвигается следующее, что у нас должен быть увеличен пенсионный возраст. Значит, мужчины, сейчас они предполагают, должны работать до 65, а женщины должны работать до 63. по сути дела увеличение пенсионного возраста это и есть увеличение продолжительности рабочего дня, я так понимаю. Мне даже на сегодняшний день самому непонятно, то есть должен ли увеличиваться этот пенсионный возраст, но как он может увеличиваться, когда средняя продолжительность жизни среди мужчин, ну, статистику можно написать какую угодно, но по факту она 57 лет, 57-58 лет, ну, а какие там ши... решены не третий не платить. 65. Опять же, какие будут созданы условия труда? Вот сегодня, значит, изменили трудовое законодательство в части специальной оценки условий труда. Сегодня у многих, которые связаны с вредными и опасными условиями труда, все льготы как бы правительство решило забрать. Ну и о чем тогда речь? Какое увеличение? Никто будет доживать до того возраста. Просто если, значит, такие меры будут приняты правительством, ну, просто рабочий класс вымрет, я считаю. Ну, так я считаю, что вот эту тему тоже нужно будет поднимать. Не только сокращение рабочих но вы поймите то, что если создадутся благоприятные условия для рабочих, то эта тема она как бы сама собой отпадет. Когда человек себя прекрасно чувствует, мне кажется, он и 80 лет придет и будет работать, если он себя будет прекрасно чувствовать. Но пока факты другие, что средняя продолжительность жизни у мужчин вот такая, какая я сказал. Пока радужных перспектив в этом нет. но если они наметили товарищи буржуи, да, не товарищи, точнее, господа, то они соответственно, если ставят этой целью себе поднятие пенсионного возраста, мы будем ставить себе целью достижения 6-ти часового рабочего дня. 2-ти часов, 1-я, то они 6-е, 9-й, 2-й, 1-й, 2-й, 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 и, 3-й, Продолжение следует...